МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За мои 22 года спортивной карьеры в тяжелоатлетике у меня было много соревнований, соперников, много побед и поражений. Мне кажется, что я познал в этом железном мире все, но каждый год приносятся новые и новые знания. А ведь моя спортивная карьера могла сложиться абсолютно иначе, так как начинал я свой спортивный путь не с выступлений на помостках, а с выступлений на татами. И сегодняшний герой мог потенциально стать моим соперником. Что я упустил, уйдя из дедов в тяжелую атлетику, об этом нам сегодня расскажут заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах под дзюдо. А также актер, политик, общественный деятель, экс-депутат Госдумы Носов Дмитрий Юрьевич. Будьте интересны. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Юрьевич Носов Добрый день, большое спасибо, что пришли. Для меня это немного волнительный момент даже, потому что работа над книгой заняла долгие годы. Знаете, уникальность книги состоит в том, что она полезна для всех, кто хочет хоть чего-то добиться в жизни. В ней огромный раздел уделен спорту, на примерах. В ней есть наша спортивная система, как мы тренировались, как мы ставили цели. И наглядный пример, сколько и чего мы делали. Там нет технических каких-то вещей, ну в плане техники, как правильно бросовок делать и так далее. Потому что, знаете, сколько людей, столько и мнений. У каждого тренера может быть своя техника. Это же не пособие, правильно? И это не пособие, да. И техника дзюдо настолько многогранна, что ее невозможно даже вот, если всю технику дзюдо писать, всей вот этой стопки книг не хватит. Столько бросков дзюдо, только с одного захвата можно тысячи вариаций делать. Поэтому это было бы бесполезно. Поэтому здесь основное, это система подготовки, это то, что как раз нужно будет спортсменам, как наглядный пример. Но самое главное, то, что предназначено вообще для всех, ну в первую очередь, кто ставит перед собой олимпийские какие-то задачи, высокие цели спортивные, это как преодолевать себя. То есть эта книга, это борьба как раз есть. Поэтому она называется «Моя борьба». Вот на тот момент, когда у Димы случилась какая-то серьезная травма, после которой он попал в больницу с бедром, на тот момент вашему тренерской деятельности сколько было лет или месяцев? Я скажу, я еще действующий спортсмен был, где-то он был, наверное, в 11-10 класс. 10 класс это был 95-й год. Ориентируюсь, как раз был чемпионом Европы, чемпионом Европы выиграл. То есть я с ним работал уже 4-й год. 4-й год. То есть с 54 года произошла вот эта травма, да? Это первая серьезная травма у вас какого-то тренера? Да, честно говоря, она настолько серьезная была, что это, я надеюсь, что первая и последняя, потому что больше я такого вообще не встречал, даже в своей карьере в тренерской не встречал. После, за все время уже, да? Такие повреждения, да. И не только у себя, дай бог, что минует себя от этой чаши вообще любого спортсмена. Ну вот, ну и просто на любых соревнованиях такого больше я, собственно говоря, конечно, не видел. Что в этой ситуации самое тяжелое было? Видеть и общаться с родителями, с Димой, как с молодым, так сказать, пацаном? Или какие-то собственные личные переживания были? Самое трудное, что было? Ну, было все вместе. Дима, понятно, производил впечатление беспомощности такой. И когда врачи говорили, что он не будет ходить, ну вот, а Дима, наоборот, твердил, что я буду бороться, не только ходить, я выиграю, там, чемпионат мира, лепест-тигры, конечно, внутри эти чувства сердца сжималось, да, и какие-то противоречия. Ты не можешь показать человеку, что, по сути дела, ты сам слушаешь вот эти вот рекомендации врачей, но, входя в его палату, ты понимаешь, что этого говорить ни в коем случае нельзя. Ты говоришь ему, нет, Дима, мы будем идти дальше, мы будем там двигаться вперед, ну вот, но внутри вот эти столкновения, конечно, каких-то чувств, эмоций, оно такое, ну, в общем, тяжело, тяжело, даже тяжело описать, наверное, что испытываешь. А, конечно, я вспомню до сих пор хорошо, как я думал, так, я вот сейчас в больнице, мы уложили, бедро ему вставили, вот он лежит в палате, мы ему там что-то купили, покушали, все там, он уже отходит от наркоза, сидим, ждем. Я думаю, так, надо звонить, теперь маме, а что-то мало как-то вот, ну, вот как тут все одновременно, пока больницы, скорая помощь, то все, и я вот там, мобильных тогда еще, естественно, никаких не было, телефонов, я думаю, как позвонить, что сказать-то вообще, конечно, поэтому нельзя сказать, что было наиболее тяжелым, все было тяжело. В цепочке, да, в цепочке с тобой. Это и все, да. И, конечно, маме говорить, что ваш ребенок в больнице, да еще с такой травмой тяжелой, ну, вот это, конечно, был очень сложный момент, вот, и, ну, мама его очень мужественно восприняла, вот, и, наверное, все это вместе дало возможность Димке реабилитироваться в кратчайшие сроки. Ну, потом, что ты еще кричал, Дим? Я кричал? Да. Что я всех порву? Да, всех порву. Да. Что я полный идиот. Да. И что выиграю олимпийские игры. Так, это все, и что из этого бредом считать? Что правда? Все правда. То есть ты решил олимпийские игры выиграть? Да. Нет какой-то такой обиды или какой-то, наверное, такой само неудовлетворенности о том, что получилось стать заслуженным тренером, воспитавшим огромное количество спортсменов, а самому как спортсмену, вот, возможно, во всех границах реализоваться не получилось. Вот нет такой досады какой-то? Принестность поколений существует, и в какой-то момент, допустим, мы прорубали дорогу для тех, кто идет за нами. Ну, поэтому я выиграл там впервые на школе чемпионат страны психолога, да? Ну, вот, хотя мы занимались всегда самбо, а это был как бы такой эксперимент. Потом был несколько лет в сборной команде, был кандидатом в олимпийскую команду, в мастер-спортнерном классе, но не смог сделать последний шаг. Но зато я приобрел тот опыт, который помог в дальнейшем двух спортсменов довести до олимпийских медалей. Поэтому, в общем, собственно говоря, ну, наверное, грех жаловаться на свою спортивную судьбу. Конечно, хотя, наверное, в душе так все равно не обида, а чувство того, что я мог бы с прошествием времени, если бы сложились каким-то образом, по-другому обстоятельству, шагнуть чуть дальше. Ну, наверное, они остались, но при этом здесь нет каких-то сожалений. Я считаю, что опыт, который я приобрел, помог совершить дальнейшую свою трестскую карьеру, построить таким образом, что ребята, которые шли за нами, завивали больше золотых медалей, чем мы. У меня есть такое высказывание, и я всех, кто со мной работает, к нему сразу подталкиваю. Но главное в Дании, или главный критерий, как хотите, это результат. Все остальное мне неинтересно слушать. Вот это мы это, мы будем, мы то, мы стараемся, мы двигаемся, мы крутые, мы сильно неинтересны. Вот конкретный результат. Я думаю, Дмитрий Клоков меня поймет. На Олимпийских играх по штанге выиграет тот, кто больше всех поднял, а не тот, кто больше всех говорил, сколько он поднимет. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот всем нам вы известны, как человек, совершивший подвиг на Олимпиаде в Афина. Это был героический поступок. Вы известны, как общественные дети. Тем, кто наблюдает за вами в соцсетях, вы также известны, как замечательный семьянин-отец, который воспитывает своих детей и подает своими делами пример. Но на данный период мы видим ваше становление как политика. И очень интересна ваша амбиция. Кем вы видите себя через пять лет? Чего вы хотите добиться? Что вам необходимо для того, чтобы вести за собой людей и прививать им свою идеологию? Спасибо. В 2004 году, помните, у нас перед Олимпиадой опрашивали олимпийцев, и была книжка про каждого олимпийца. К сожалению, многие журналисты в последнее время просто перепечатывают заголовки, 80% таких, их чуть коверка. И никто не удосуживается заглянуть внутрь жизнь человека или в какую-то историю. Что было, как на самом деле и так далее. Никто про эту книжку не вспомнил. Хотя, почему я про нее сейчас говорю, в 2004-2005 году это было практически в каждом интервью у меня звучало. Потому что там был такой раздел хобби. Что вы там, кто-то написал, готовить, писать, слушать, писать музыку и так далее. А я написал подготовку к должности президента Российской Федерации. Многие там воспринимали это как шутку, а я себе какую-то такую программу задал уже давно. Когда я был молод, для меня, как пример для подражания, было несколько человек. Двое из них – это Юрий Власов, наш легендарный штангист, книгу которого я читал. И, кстати, всем рекомендую, что… Ну, там очень много технических моментов. Эта книга будет более, скажем так, понятна юным спортсменам. Ну и второй человек – это Арнольд Шварценеггер. Человек, который сделал карьеру и в спорте, и на кино, и в политике. Я где-то выбрал для себя такой вот путь Арнольда Шварценеггера, или там еще давным-давно. И, собственно говоря, поэтому в 2006 году я поступил в Академию Госслужбы при президенте Российской Федерации. Потому что амбиции пустые на голом месте не должны быть, нужны знания и профессионализм. Окончил Академию Госслужбы с красным дипломом. Потом я избрался в Госдуму в 2009 году, в 2010 году, я начал официальную политическую карьеру. И через пять лет, скажем, через шесть лет, знаете, через шесть лет будут выборы президента Российской Федерации. И нравится кому-то это или не нравится, но Владимир Путин больше не будет президентом. Ну, если не изменится конституция или референдума какой-нибудь не будет. И я помню, недавно Володин как-то сказал, что нет Путина, нет России. А я вот хочу, чтобы Россия была и после Путина, и через 200 лет, и через 300, чтобы Россия была сильной державой, которой бы мы гордились, сильной, справедливой, которую бы уважали во всем мире. И поэтому я буду баллотироваться в президента Российской Федерации в 2024 году. За это время, за эти ближайшие шесть лет, я буду формировать программу, чтобы это не было клоунадой какой-то, как сейчас. Вот именно сейчас я сравниваю одни клоуны практически там, да. Мне печально, что из такого важнейшего процесса многие сделали какую-то клоунаду. Это неправильно. Мы серьезная страна, у нас должны быть серьезные кандидаты в президент Российской Федерации. Считайте это сегодня официальным заявлением, что Носов будет баллотироваться. И вот сейчас, уже закончив спортивную карьеру, Дима дальше двигается так же уверенно, ставит себе самые серьезные цели. Вот от него можно было этого ожидать? То есть, что его отличало от остальных ваших спортсменов? Потому что он не самый титулованный в вашей, так сказать, команде. Но на сегодняшний момент, наверное, после спорта двигается он на голову быстрее, активнее и так далее, чем нежели другие люди. Поэтому что вот его отличало от остальных? Были какие-то у него особенности такие? Ну, конечно, задавали честный вопрос, когда после Олимпиады вот это все был такой определенный ажиотаж, да. И задавали вопрос, ну вот как вы выбрали, почему Дима? Я говорю, ну как, вот группа тренируется, я вдруг лежу, мальчик над ним ним. Я говорю, так, это будет олимпийским чемпионом. Конечно, ну это невозможно предугадать, потому что, ну не знаю, я так, это не моя мысль, даже папа не говорю. Надо растить сад, и в этом саду будет много яблок, которые можно будет там, условно, собрать. Если одно яблочко, трястись над ним, дерево пролетит ураганом, упадешь, собственно говоря, и останешься без результатов, по сути дела. Поэтому тренер, конечно, он заботится обо всех детях одинаково. И у нас учитель, наш дает Луч Рудман, да, он начинал тренировку первую с того, что он говорит, ребята, я среди вас сидит чемпион мира на первой тренировке, а там дети маленькие сидят. И все друг на друга смотрят, кто же, кто, говорит, а вот кто им станет, мы выясним в процессе тренировок. Но он точно среди вас сидит, то есть ему с этой верой, как бы ты и занимаешься со всеми ребятами. Что сказать, более старшего возраста, конечно, у Димы есть отличительная особенность, умение концентрироваться на задаче, умение четко поставить цели и отсечь все ненужное. И вот это вот, конечно, я считаю, качество было основополагающим, которое позволило ему достичь таких высоких результатов. У меня даже ребята уже с прошествия лет рассказывают историю, когда они были на чемпионате России в Красноярске, и обсуждали просто в номере, то есть основание, кто кем будет. Один говорит, а я вот с ним еще 4 года буду заниматься Олимпийскими играми, все там затихли, все, говорит, больше мне ничего не надо, буду к Олимпии. Потом, если не получится, буду там заниматься, дальше строить какую-то другую жизнь, или там буду заниматься политикой, или еще что-то. Прямо строго, и они вот спустя это время, ну мне тогда-то никто не рассказывал, но спустя время это рассказывает, и реально, говорит, мы сначала посмеялись, вот, а я-то все это как бы видел, потому что Димка очень, когда сконцентрирован, он становится, конечно, максимально работоспособен, максимально, ну, он даже, ну, не знаю, он ездил издалека же очень, в Жулебино жил, и он специально ехал в школу, там, в 6 утра, например, да, чтобы приехать, там, к 7 часам без пробок промчаться, и досыпал последний на лавочке несколько, там, вот этот час свой еще досыпал перед тренировкой, потом одевался, шел тренироваться, ну, чтобы не опоздать. То есть, и когда я это видел, я понимал, что человек максимально сконцентрирован на поставленной задаче, и она обязательно будет решена. Также, я думаю, и в политике, кто мог поверить, что Дима будет депутатом Государственной Думы, ну, когда он это говорил, все так про себя улыбались, ну, вот, но я его знаю, потому что Дима действительно очень целеустремленный человек. Ну, как раз вот это я хотел последний вопрос задать, вы его знаете не только как тренер, вы еще его и друг, поэтому, возможно, вы узнаете намного глубже, откуда у него эти амбиции, вот такие вот ставить перед собой реально самые высокие цели, да, в спорте, олимпийские игры, в политике, президент и так далее, откуда у него эти амбиции, что его вот к этому всему? Ну, вот это было с детства, во-первых, у него была определенная тяга к публичности, и даже в детстве он, я помню, у нас было телевидение школьное, он был одним из организаторов и принимал участие как корреспондент на телевидении, какие-то постоянно там на злобу дня вопросы решал, кто там ложки погнул в столовой, кто там тарелки разбил, то есть постоянно выискивал какие-то острые вопросы, проблемы, и старался, в общем-то, не быть равнодушным. Можно сказать, что это вот черта характера? В этих ситуациях, да, конечно, это черта характера, однозначно, притом наложенная на определенные успехи, которые дал ему опыт, жизненный опыт, скажем так, да, вот он придерживался определенной стратегии по отношению к своему тренеру, по отношению к своим обязанностям спортивным, и это дало ему результат. И вот эта вот идеология, по всей видимости, дала ему веру в то, что он делает, действительно, это правильно, и приведет людей не только его, но и тех, кто рядом с ним, приведет к результатам. Ну вот, и, наверное, с годами она укрепляется, укрепляется, по сути дела, даже то, что я сегодня слушал, я думаю, это какой-то новый еще, новый этап, новый шаг вперед, но как невозможно и возможно, почему и нет, я считаю. Притом человек идет с открытой душой и с хорошими, благими намерениями вперед, они как-то пытаются жить, как карьерист, цепляясь за кого-то, да, и вся его даже политическая карьера, можно над ней посмеиваться, там, да, ребята у нас подшучивали раньше, там, было в ДПР, сейчас не в ДПР, там, ну вот, но на самом деле человек сталкивается с чем-то, понимает, что это не его, что на самом деле то, куда он пришел, не является выражением тех интересов, за которые он боролся, вот, и когда он сталкивается близко с этим, возможно, он и меняет направление, и это не значит, что он там кого-то предал и сменил политический курс по ветру, держит, да, нет, это не об этом. То есть так и зарабатывается опыт? Да, это именно, он понимает, что это просто его жизненный опыт, и есть более, там, скажем, интересные, более справедливые, более рациональные пути решения тех задач, которые стоят перед ним и перед государством, конечно, в первую очередь, которые он видит, как можно решить. Вот поэтому отсюда, наверное, идет вот это вот постоянное становление его как личности, и поиск какой-то вот еще и политической своей ниши. Будем наблюдать за ним. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Что, куда дальше? В офис. У тебя в офис прямо за Госдумой находится? Да, вот с Госдумой еще в советские времена, как говорится, было удобно, чтобы... Потому что в Думе кабинеты, это, конечно, смех вообще. Да. Ну, депутат Госдумы по статусу является федеральным министром, да? А кабинет 14 метров. Например, в Японии у тех же членов парламента там 100-метровые кабинеты. Ну, что ся. И получается там, ну, несоответствие статуса полное, потому что действительно, когда у тебя еще там люди работают, и вот у меня в кабинете постоянно было по 5-6 человек дышать нечем. Потому что, подожди, получается, у тебя помощники уже в этом же кабинете были? Да, да, в том числе. Это кажется, да. Поэтому кто-то там, если... Что-то на телефон он болтал, да. Если кто-то урвал там чего-то, да, какой-то кабинет, за них в начале созыва бритвы все время идут. Ты когда у тебя пришла эта идея, или была твоя идея антидилер? Потому что... Случилось так, что в Ростове я посетил одну... один революционный центр. В каком году? В 2013 год. И я с ужасом вдруг для себя открыл... Ну, для меня это было реально какое-то, ну, открытие. Кто такие наркоманы? Ой, наркодилеры. Кто такие наркодилеры? То есть я думал, что это такие мафиози какие-то там, что это люди с калашами там. А оказалось, это люди в халатах. Все люди. То есть это люди в халатах, в аптеках. На тот момент был очень популярен наркотик, крокодил. Это вообще страшная вещь, которая просто убивала целое поколение, выкашивала. Кстати, в итоге мы потом в Госдуме регулировали эту историю, и крокодила сейчас вообще практически нет. А что непосредственно вы сделали для этого? А мы запретимы... Составляющий компонент? Мы систематизировали правильно там отпуск определенных лекарств, то есть законодательно, урегулировали, так скажем, законодательно, и все. И когда я это увидел, я, конечно, был вообще очень удивлен. И когда мы в этот же день пошли, собственно говоря, спокойно, лично купил, без чеков, без всего, в черной аптеке, этот препарат и все, комплект со шприцом, ну там моему шоку вообще предела не было. Даже мягко сказано шок. Статус этой организации какой? Сейчас вообще российское общественное движение. Сейчас это около 50 регионов. Сразу скажу, что работа сложная идет очень. Почему? Потому что финансирование-то вообще нет. Это все дело добровольное. Я благодарен тем людям, которые рядом со мной, которые тратят свое время. Почему? Много ребят разных. И что это за ребят, в общем? Чем они по жизни занимаются? Есть, например, в Оренбурге там Денис, директор спортивной школы, который достиг там очень крутых результатов. Аж так, что показатели Оренбургской области по раскрываемости, по наркотикам выросли там в несколько раз по сравнению со всеми областями другими. В Туле у нас, например, руководитель движения простой рабочий. То есть не все около спорта, да? Он простой рабочий, он работает на заводе. Освободное время от работы, он антидилер. Вот это наши люди, как бы. С основными проблемами, с которыми приходится сталкиваться, вот, ребятам, которые работают в антидилере, какие? Это касается алкоголя, потому что мы очень много по алкоголю рейдов делаем. Что нам вообще, какие отписки пишут? Это, конечно, вообще можно... Братья Стругацкие просто нервно курят в сторонке в состоянии с теми фантастическими рассказами, с которыми мы вообще постоянно сталкиваемся. То есть вранье на вранье. Поэтому у нас все четко. У нас обязательно при любой закупке должна быть видео, фото, фиксация. Обязательно. Мы обязательно звоним, фиксируем по времени звонок. Доказательную базу готовить сразу? Конечно, да. Но даже при этом все равно они потом умудряются. То есть если из того, что ты сказал, то проблема основная это именно с бизнесменами, с бизнесом. Те кто-то делают на этом бабки. Знаете, мне вообще печально, что есть такие люди, которые делают свой бизнес на жизни других. Для них это почему-то бизнес. При этом, что весь вообще бизнес другой страдает, потому что банально нету нормальных людей, получается, кто будет работать. Это вообще бить сейчас для России, найти работников. Печально вообще, знаете, какая ситуация, что наша страна превратилась в страну охранников и таксистов. Не обращали внимания? У нас 2,5 миллиона, что ли, 1,5 миллиона охранников. Кто это такие? Это здоровые мужики, которые могут работать. А кем они работают? Вахтерами, по сути. Я не говорю, там, вот реально охранникам, да, которые там жизнь охраняет, которые могут там. По сути, это в основном вахтеры. Человек, который сидит, читает книжку, открывает свой дом. Но не всегда без образования эти люди. Многие из них, да, просто невостребны. Это говорит опять-таки, что вы писаете, сколько в нашей стране людей, которые идут мимо профессий, мимо своего образования. Система образования вообще потеряла всякую ценность. Только 2-3 вуза и диплом этих вузов имеет какое-то значение. Остальные не факт, что ты это купил или вообще зачем это нужно. Мы имеем огромное количество экономистов, юристов, которые работают курьерами. Ты думаешь, надо такие вещи говорить публично или... Обязательно. Только... Но это же обрубает многим студентам руки. Они опускают. Только в дискуссии общественной, вот как мы сейчас это сделали с первым каналом, с программой Баби Бунт, когда ты начинаешь дискуссию, начинается общественное мнение, только так можно что-то изменить. Если ты сам не министр... Ну, на это же уйдет очень много времени, а людям надо что-то делать сейчас, и у них руки опускаются, из-за того, что они знают, что они будут невостребованы. Ну, а лучше что, отучиться и быть невостребованным потом оттыркаться? Лучше пойти на каменщика, выучиться, и камень класть там, печь какие-нибудь, или сантехник. Вон, мне недавно случай рассказывали на Рублевке. Один сантехник самая популярная профессия, потому что он только один, и он получает просто бешеные деньги, просто бешеные, потому что никто не может починить кран, его ждут, там он приходит, там за 50 тысяч рублей кран чинит. Понимаете? Сейчас сантехник больше, чем человек с высшим образованием получает. Это ненормально, но это факт. Сантехник лучше, чем экономист. Да. Пойдем. Хочется тебя спросить, как ты вообще отпустил всю эту спортивную жизнь, потому что провел там, уверен, долгое время, и вот как для всех спортсменов это является самым главным ужасом. Что делать после спорта? И, возможно, сейчас нас смотрят многие действующие спортсмены. Я хочу дать только один совет, ребят, спорт закончится. Это 100%. Знаете, у всех людей когда-то заканчивается работа. Как правило, это называется пенсией, как правило, это там к 60 годам, и тут ты можешь вроде как бы пожить для себя. Но спорт заканчивается не к 60 годам, а как правило, там... К 25-30 годам. это когда ты находишься в принципе как человек просто, как социальный объект, да, в полном расцвете сил. Да, ты начал сдавать там какие-то физические свои параметры у тебя вниз пошли, поэтому ты уходишь из спорта, но в социальной жизни ты в полном расцвете сил. И в этот момент ничего не уметь, кроме спорта, это большая трагедия. И через меня прошло огромное количество судеб, я был свидетелем огромных количеств судеб и до сих пор, что неважно, великий ты чемпион или просто ты занимался спортом, который очень плачевно заканчивает. Потому что у многих великих чемпионов у них есть иллюзия, что они всем нужны. На самом деле, всем нужны люди, которые умеют что-то делать и выполнять какой-то функционал. И если ты олимпийский чемпион, ну допустим, по дзюдо, и кроме дзюдо ты ничего не умеешь, то ты извини, ты будешь тренером. Кто тебе вот эти мысли в голову? А я это понимал с самого начала. Существует, я думаю, ничего? Да нет, это и так понятно, это адекватная позиция. И что ты потом будешь делать? То, что многие думают, вот сейчас они пойдут их там куда-нибудь в корпорации какие-нибудь заведут, там директором фирмы какой-нибудь сделают на основании чего? На основании того, что вы хорошо боролись или штангу поднимали или бегали быстрее всех? Нет. С вами могут дружить, общаться там, но никто не будет вас содержать, тем более ваши семьи. Вы будете, вы можете стать в какой-то момент обузом. Поэтому, если вы не хотите оставаться в сфере спорта, вы должны что-то уметь делать. Будьте готовы к этому. Образовывайтесь. Будьте вот как Карелин, который там целую сумку книг с собой брал. Вот для меня он был, таким образцом для подражания. Я тоже брал с собой книги и я очень много читал на сборах. А что ты читал? Потому что, смотри, получается, мне вот все это в голод, то, что ты говоришь, внушел, в принципе, отец, потому что он прошел спортивную карьеру, он прошел бизнес, он говорит, вот то, что ты сейчас рассказывал, вот это он мне рассказывал. Так, со семейными посиделочками, я был готов к этому. Но я читал бизнес-литературу, то есть, я готовился выйти из этого в бизнес. Вот ты, не уйдя в бизнес, соответственно, ты, значит, не готовился к себе в бизнес? То есть, ты там уже читал исторические, политические книжки, То есть, к чему ты готовился? С 2004 года, с 2003 года, может, уже даже до конца, я перестал читать художественную литературу. С тех пор, я, может, две-три книги прочитал. Художественная можно назвать? Это художественная тире развлекательная? Нет. Как ты его? Развлекательная это вообще отдельная история. Художественная, например, даже тот же Достоевский или Лев Толстой, это все равно художественная литература. А почему ты на них ставку не делаешь? А я их уже прочитал к тому времени. И дальше я понял, что мне чувствами я уже переполнен. Это в основном чувства. А вот и что мне нужны конкретные знания. В первую очередь, истории. Потому что история, для меня, это вообще самый важный предмет. Русский язык и история. Потому что история это тебе дает вообще понимание, кто ты, откуда, кто твои предки. Истории своей страны и других государственных отношений, ты видишь, какие шаги к чему приводили. История это опыт мудрого. То есть, мудрый учится на чужих ошибках. Наблюдая, какие были процессы, к чему ты проводил, ты можешь не допустить будущих ошибок здесь. И, конечно, личности, публицистика, исторические личности, и бизнес-литература, и мотиваторы какие-то интересные, психология. То есть, все то, что мне необходимо уже с технической точки зрения. Те знания. С этих пор я фактически начал в огоне за знаниями. Как ты идентифицировал то, что тебе нужно? Где ты понял, что вот это я хочу? Вот это мне нужно? Где вот это слово нужно, откуда оно появилось? Например, у меня там есть цель, вот я сегодня заявил, что я буду баллотироваться президентом Российской Федерации. Для кого-то это, для многих в нашей стране, это просто какой-то там кич. Мы видим каких-то клоунов, которые сейчас там выступают и так далее. То, что ты можешь развлечься, уже заняться нечем. Я понимаю, что президент Российской Федерации это колоссальная ответственность, это должен быть колоссальный уровень знаний, плюс сила духа какая-то, выдержка. Представляете, президент страны это тот человек, который может нажать на красную кнопку. Поэтому это настолько все, это здесь нужна психология и что откуда вытекает, просто знать, кто за кем стоит, почему здесь вот так вот происходит. Это колоссальные шахматы у меня каждый день происходят. Я на самом деле не удивлен, что ты это заявил. У тебя, собственно, это было написано в книжке, но многие воспринимали это как такой стек, прикол, хотя по твоим действиям, я тебе говорю, что я за тобой наблюдал, по твоим действиям было видно, что ты систематически готовишь, готовишь почву, готовишь историю, готовишься и готовишься. Поэтому сегодня я был абсолютно не удивлен, кто услышит, да, был. Неожиданно, что это было сегодня, но что ты это объявил официально, это было абсолютно неожиданно. Ну, как только появятся у меня мощные единомышленники, какие-то финансовые ресурсы, то все выйдет вообще совершенно на другой уровень. Я когда помню нас еще на сборах, я помню, что товарищи по команде так между строк говорили, что Носов такой зазнался, там туда-сюда, и я понимаю, что про меня многие тоже так говорили в один момент, но я понимаю, что вот этот момент, его очень легко спутать с определенным пойманным тобой куражом, мотивацией идти вот в какие-то более высокие, там, я не знаю, достижения, цели, другие поставленные. То есть люди это воспринимают как твою какую-то такую звездную болезнь, и ты, собственно, соглашался с тем, что ты немножечко зазвездился, да? Но вот я пытаюсь понять, в какой момент ты поставил себе вот эти вот какие-то недосягаемые цели, потому что объявить в 2004-2005 году, что ты баллотируешься, ой, хочешь баллотироваться в будущем в президенты, это такое громкое заявление. Ну, это жизненный план. Знаете, когда я... Так это и воспринимается людьми немножко агрессивно, блин. Ну, каждый ставит себе жизненные цели. Где ты поймал этот кураж? После чего? Ты выиграл какие-то соревнования? Ты пообщался с каким-то человеком? Я такой есть. Лежа, лежа на больничной койке, прикованный к постели и окруженный людьми, которые просто бы мечтали о том, что я просто буду ходить, я говорил, что я выиграю Олимпийские игры. Вот мой тренер снимал меня и просто мечтал... Ну, он в видео из больницы. Он просто мечтал, что вот он, если будет ходить, мы будем счастливы. Какие вообще Олимпийские игры? Если этот человек вообще будет ходить, а если даже он просто выйдет на ковер, то будет победа в своей жизни. А я себе ставил цель выиграть Олимпийские игры. Я почти выполнил. Я не выиграл, я завоевал там медаль. Я, может, в шаге остановился от этого. То есть, какую-то страну посмотреть. То есть, для меня, чем выше цель... Ну, я такие, вот такой человек, я такие цели ставлю. Цели — это не мечта. Мечта — это на диване человек. А я ставлю цель, а дальше я смотрю, как ее достигнуть, что я могу сделать. И самое сложное — оставаться здесь человеком и нести какие-то ценности, чтобы их не пожертвовать в какой-то момент ими. Потому что бывают соблазны, чтобы быстрее какой-то путь преодолеть. Ты должен предать. Тебе там намекают. Ты должен взять взятку. Но на самом деле ты никого не должен. Я очень много сталкивался с тем, что ты когда-то кому-то должен... В этот какой-то момент ты сейчас должен подлезать кому-то. Ты потеряешь где-то достоинство, но зато ты вот быстрее продвинешься. Это не мой путь. Поэтому мой путь очень сложный. И сейчас, если с точки зрения статуса, я отброшен назад. То, что там буквально пару лет назад у меня был более серьезный статус государства. Но с точки зрения статуса внутри людей я только выиграл. И у меня сейчас совершенно другой уровень именно доверия людей. Это гораздо важнее. Для политика это вообще самое главное. Это те люди, которые тебе верят. для меня вообще самое главное вот этого неоплодать. Если мы вернемся вниз, в старые времена, скажем, вот как вырождается у людей, когда они говорят, а он зазнался. Дело в том, что просто в какой-то момент они начинают человека видеть. Ну, то есть, например, вы же пять лет как-то не интересовались моей жизнью, вы не интересовались, как тяжело моим детям, что я там прикованный к постели или еще, что вы почему не интересовались. А как я там стал депутатом или я выиграл Олимпиаду, вдруг появляются люди, ой, а помнишь, мы с тобой в один детский сад. Я отдалился, я поэтому это имел в виду, что ты отдалился, возможно, от команды, отдалился от друзей, потому что ты сфокусирован. Нет, здесь очень важная история. То есть, если я иду вместе с человеком, я никого не отдалялся, мы все в контакте. Вдруг появляются люди, с которыми мы действительно давно не общались, потому что у нас какие-то пути разошлись. Если в этот момент я бы лежал без ног в квартире бы, и мне бы нужны были деньги на пропитание, они вряд ли бы объявились вообще. И не узнали бы никогда, как у меня дела там и так далее. Если бы их не разыскали, попросили, может, надо бы они помогли. В этот момент они не интересовались, где и о чем, какие мне проблемы там. А как они увидели, что Носов депутат в Государственной Думе или Носов там по телевизору показали, то тут же сразу, о, начинают звонить. А помнишь, мы с тобой вместе в школе учились? А помнишь, мы на сборах с тобой были? Ну, помню. А вот у меня к тебе вопрос, а давай встретимся. То есть у человека нет никакой там какой-то конкретики, какой-то там и так далее. А я не могу с ним сейчас встретиться, потому что у меня встреча в Каннске. Там 200 людей, которых просто выкинули из жизни. У многих там, многие находятся на грани жизни и смерти. И почему я должен их бросить и пойти с тобой встречаться? Я не сработал, понимаешь? Потому что мы с тобой когда-то там ходили вместе в первый класс. Ну, ты имею в виду, что это и воспринимается. А люди начинают обижаться, да, он зазнался. Я таких очень много случаев расслышал. Все мои близкие, наоборот, знают, я очень доступен, просто я занят. Ну, я зазнался, это когда вот мы сейчас вместе общаемся, идем вместе, вдруг мне предложили там пост какой-то, да, я тебе пинка под зад дал, там и убежал, и все, я тебе трубку не беру. Но в тот момент, когда мне это предложили, мы с тобой были вместе. Вот тогда это можно, зазнался. То есть, ну, это разные вещи. Почему я тебе задал вопрос по поводу того, как ты самообразовывался, находясь на сборах, да? Потому что в 2004 году, в 2005 году, когда ты вот это заявление сделал, такое, для многих шуточное, но я понимаю, что это ни хрена была не шутка. Вот, то я понимаю, что ты пришел в спорт в 1991 году и закончил спорт официально в 2006, то, что информация есть, но по факту, ты готовился еще к Олимпиаде в Пекине, поэтому где-то ты закончил 2008 году. Ну, 7-6-7-й. Маломальски, ты когда снимался в фильме, ты все равно продолжал готовиться, просто не получилось отобраться. Но по факту, ты закончил в 2008 году. Так вот, если мы берем этот отрезок, то это где-то 14 там лет. И вот, когда ты закончил 14 лет спортивной карьеры, ты можешь сказать, да, я профессионал, поэтому ты так всегда и говорил, я делал свою работу, я выходил побеждать, я делал то, что умею делать. И дальше, почему это спрашивают? Ты закончил спортивную карьеру, да, ты получил второе, там, высшее образование, закончил академию, да? Ну, ты сразу, да, госслужбу, естественно. Но это всего три года до того момента, как ты из спортсмена сел в депутатское кресло. Почему я это спрашиваю? Вот, называй себя профессионалом в спорте, ты мог говорить все, что угодно, потому что тебя уважали, ты был авторитетом, ты имел знания, ну, как бы неоспоримые. Здесь же, садясь в Госдуму, закончив все там, словно, какие-то три года после спортивной карьеры, как ты сам себя ощущал, потому что ты не чувствовал себя белой вороной? То есть, откуда те знания, которые давали тебе уверенность, с этими дяденьками, назовем их, которые вот в соседнем здании, общаться там, условно, на равных? Откуда были те информации, та информация и те знания, которые давали тебе уверенность в том, что ты действительно можешь что-то сделать, а ты, собственно, про это и говоришь, что я иду, биться за правду, я биться за результат и так далее. три года всего же. Нет, начнем так. Закончил в шестом-седьмом году, еще у меня была актерская карьера, мне было интересно заниматься в кино там и так далее. В 2009 году я понял, что это не мое как-то все равно. Я готов сейчас даже сняться в кино, какую-то эпизодическую роль, это интересно, но как профессия нет, как профессия нет. Хотя я там год обучался актерскому мастерству, чтобы... Ты приучился, да? Да. Каждый день, по часу, по два, чтобы достойно сняться в кино. Так. Главная роль в фильме тут. В 2010 году я понял, что... Сколько ты сказал? Год? Год учился? Да. Год для того, чтобы сняться в кино. И опять возвращаясь, а три-четыре года для того, чтобы сидеть депутатское кресло. Откуда столько информации? Сейчас, секунду. Вот про депутатское кресло есть одно заблуждение, Дмитрий. Значит, и тут я занялся, я понял, что я могу везти молодежь за собой сейчас, я могу заниматься молодежной политикой, начать. То, что я с ними на одном уровне, и они за мной идут, они меня уважают. Я, собственно говоря, начал. Что такое депутат Госдумы? Параллельно, да, это идут две вещи. Сейчас депутат Госдумы, это избранник народа. Когда человек... То есть кто еще раз? Это тот человек, за кого проголосовали. В данном случае цена кресла это примерно 100 тысяч голосов. То есть если за тебя проголосовало 100 тысяч голосов, 100 тысяч человек, то ты можешь стать депутатом Госдумы. А вот почему они за тебя проголосовали, это другой момент. Есть люди по партийным спискам, есть люди, которые финансируют избирательную кампанию и становятся в главе списка. Есть люди, которые имеют имя, авторитет. Ну, возьмем, например, Роднино. Это человек, это человек, который, может быть, не вложил ни рубля в кампанию, но этот человек столько лет тренировался и пахал в зале, чтобы стать Ириной Роднино, и это был его вклад, собственно говоря, в свое имя. И поэтому ему есть доверие. А есть рабочие, с Уралового завода. То есть этот рабочий, он не имеет вообще высшего образования. У него уровень информированности в масштабах страны вообще никакой. Но кто такой депутат? Это, по сути, делегат, это человек, которому общество делегирует свои полномочия. Они говорят, о, ты, о, круто, ты будешь за меня там говорить. И депутаты, кандидаты ходят, они разговаривают с людьми, говорят, я буду сделать так, я буду делать это. Они ему говорят, вот здесь мы согласны, а здесь не согласны. Но большинство, с чем вы говорите, мы согласны. Мы видим, что вы будете биться за наши права. Мы вам будем говорить. Дим, у тебя откуда информация, только откуда? А нет, здесь я, Дим, я и говорю к тому, что на данном этапе вот любой депутат Госдумы ему информация, ну, то есть, вот мы сейчас говорим, как есть, как должно быть. Не обязательно. То есть ты имеешься как у президента. Президент должен примерно разбиваться, но многие вещи... Нет, это чуть раз, сейчас, секундочку. Вот депутат Госдумы, да, он делегировал народу. Народ говорит, мы хотим здесь дорогу, мы хотим, и мы еще хотим, чтобы в нашей стране, например, легализовали, может быть, наркотики, ему говорят, ему поставили задачу. он идет туда добиваться их, собственно говоря. Это главная задача депутата. А дальше уже человек в сферу своей образованности, интеллекта, информированности, чем больше он себя пропускает, он, например, может на первом этапе избирательства сказать, ребят, да это невозможно сейчас, но мы сначала должны вот это сделать, вот это, убедить как-то. Поэтому это не тот пост депутат Госдумы, это выборный, который требует каких-то колоссальных знаний. И я считаю, что у меня был хороший уровень знаний на входе в Госдуму и колоссальный уровень знаний на выходе из Госдумы. В Госдуме я через себя пропускал практически всю повестку. И у меня там объем информации это в среднем было 150-200 страниц текста в день государственных процессов, плюс всяких колуарных интриг. Вот просто меня вообще ничем не любить, я знаю все. Как и в спорте. Про Государственную Думу и так далее. То есть сейчас я становлюсь профессионалом в области политики. То есть если переводить на язык спорта, то я уже мастера спорта я уже точно выполнил. Сейчас уже международник, скорее всего, наверное, в области политики. По спортивной линии не продолжил, потому что ты же изначально по спорту пошел? Почему ты не продолжил? Обычно, вроде логично, спортсмен по спортивной части. Откуда у тебя именно вот это? Я могу и там, и там. Я чувствую, что могу и здесь, и в спорте. Если надо, меня спрашивают какой-то вопрос. Насколько я знаю, ведь меня предлагали на должность замминистра спорта. Предлагали? Да. Почему ты отказался? Не я отказался, Мутко не стал меня брать на эту должность. Я имею в виду, что как бы логично было, что есть спортсмен, есть министерство спорта. Есть как бы цель определенная для спортсмена, То есть туда твои потенциальные все равно движения какие-то были. Я могу с гордостью сказать, что мой уровень знаний, информированности, он давно уже вышел за рамки спорта. То есть, комментарий насчет спорта я могу дать в любой момент. это все знаю. Ты можешь какие-то новейшие новости получать, как что где-то чуть изменилось. Все уже знаю практически. И, к сожалению, ничего не меняется. Дальше я уже свободно могу и на многие другие темы разговаривать. И политика, и коррупция, и выборы, и министерство строительства, и министерство промышленности. Много сфер различных образования, культура. Ты сейчас видишь, что напрашивается какой-то реформация, так сказать, в спортивной части, потому что у нас же полная жопа. И вот логично было бы увидеть человека вроде тебя, который уже разбивается не только в спорте, но и чуть-чуть позже. Если мне окажут такое доверие, предложат, я, наверное, не откажусь. Мне было бы интересно. Но самому тебе вот именно сюда не хочется? Мне любая отрасль, я готов сейчас браться за любую работу, где будут четкие полномочия. А еще вот такое страшное слово это бюджеты персонал, ну то есть люди. То есть это и есть ресурс. Просто кто-то его использует для своих каких-то личных интересов и обогащения, а кто-то использует для того, чтобы что-то изменить и сделать реально. Но без него очень сложно. Вот я вам честно могу сказать, что когда ты там депутат, когда у тебя есть какой-то крохотный бюджет, несколько помощников, ты мир не перевернешь, потому что ты утопаешь все равно. А когда у тебя есть бюджет, чтобы, например, построить стадион, и ты берешь этот стадион, строишь, но только не за 500 тысяч миллионов долларов, 500 миллионов долларов, а делаешь и еще говоришь, ребята, вот у меня осталось 20 тысяч долларов, можно я тренером раздам? Ну, к примеру, понимаете? То есть вот это и есть то, что ты себя можешь проявить. И такие люди у нас как редкий экземпляр, но все-таки присутствуют в нашей стране. Я сейчас стараюсь с ними максимально общаться, которые реально что-то делают, которые делают порой невозможное. Мы на этом только еще держимся. Поэтому я бы с удовольствием хотел бы себя где-то попробовать применить. Но если бы мне предложили политику, предложили пост, допустим, министра, к примеру, спорта, я бы сказал, подождите, какие у нас цели и задачи? Вот такие, такие. У меня есть такое видение. Совпадает? Я готов. Если вы хотите построить здесь еще 20 стадионов, я не хочу строить ни одного стадиона в ближайшие 10 лет в России. Я хочу все эти деньги отдать людям. Может быть, это безволи высшестоящего государства? Знаете, я могу сказать, что у главы государства у него столько всего, что это просто вообще в голове не может уложиться. Хочешь сказать, что он не все не контролирует? Это не я хочу сказать. Есть министерство спорта, которое очень важная составляющая страны? Задача первого лица государства это в первую очередь внешняя политика. Чтобы не было войны и так далее. Это вообще самое основное, чтобы не было войны. Второй момент. Когда человек становится президентом или идет баллотировать с президента, он должен сказать, дорогие мои жители России, я хочу, чтобы у нас были только белые чашки, зеленые леса и первое место в ВВП в мире и так далее. Он что-то говорит, это его привыкная программа. Люди говорят, да, мы за тебя голосуем, потому что вот это нам обещал ты идешь. И когда человек становится президентом, он не обязательно зачастую узнать там вот все прям, его главное обозначить эти цели. Вот как майские указаны, например, я хочу, ребят, вот мы хотим там, да, и народ, вот так вот, вот так вот, исполняйте. А правительство Российской Федерации это уже, собственно говоря, исполнитель. И премьер-министр и министр должны подбирать подходящие кадры. Вот я заявляю, что в нашей правительстве ну, где-то не больше половины там людей, не больше, слава богу, которые профессионалам не имеют никакого отношения. Это люди, какие-то друзья там, вместе учились, вместе в лодке плывли, еще где-то что-то. Не профессионалы, это те, которые не способны сделать или те, которые не хотят сделать? Вот ты эти 50% называешь. Во-первых, это те люди, которые вот, ну, не профессионалы. То есть они не могут делать первые? Не профессионалы. То есть, например, я сейчас тебе скажу, ты можешь сварить мне это, вазу из металла? Сейчас не смогу. Ты скажешь, я очень хочу, но я не умею варить. я найду возможность, чтобы это сделать. Чтобы варить крутую вазу, да, ты должен лет 5 хотя бы этому поучиться. А тут получается, люди вообще, ну, вот многие, они просто окунулись на доверие. То же человек, которому там доверяют, он что-то имеет, там, какое-то образование. И это спло... Наши министерства, к сожалению, наши министры, вот вся система, зачастую просто сплошные непрофессионалы. И вот от этого все проблемы идут. Или у них уровень очень низкий. Дима, ты тоже пришел, можно сказать, непрофессионал, потому что одни, я был у тебя опыта, но ты при этом при всем сделал, внес 40 законопроектов, из которых... Пришел вообще нет такой профессии законодатель. Работа, работа над тем, что в чем-то должен разбираться, все равно это так или иначе? Я не умею писать законы. Вот я не умею писать законы. Хотя мне, может быть, надо... можно обречить? Я говорю юристам, ребят, вот есть посыл, мы, мои избиратели и стране нужно, чтобы было вот это. Что мы можем сделать? Вы можете мне написать? А дальше я пойду, моя главная задача протащить этот закон, а не написать. А для табачной, ты протаскивал, ты этим гордишься. Вот можешь мне объяснить, вот от идеи, которую ты сейчас сказал, до ее реализации, вот что это за работа? Это целая программа. Ну что это такое? Что вкратце? Основные шаги мне. Надо начинать с другого. Вот есть негодяи. Почему негодяи? Потому что они зарабатывают деньги на наших жизнях. Потому что они не спорт развивают, они развивают табак. Табак убивают, это все знают. Сами табачники об этом вообще самые первые узнали. То есть, все, они знают, табак убивают. Это как бы исходные данные. Что они дальше делают? Вместо того, чтобы сказать, ну да, но все равно же люди курят, но пускай как продается, так продается. Ну раз зарабатываем, давайте мы с этого будем зарабатывать. Все равно же кто-то будет зарабатывать, раз он продается. Но эти люди делают следующий шаг. Они говорят, нам нужны бабки, мы хотим как можно больше зарабатывать. Нам плевать, что вот это умирает люди. Чем больше будут курить, тем нам лучше. Вот в этот момент это, вот я считаю, вообще это по идее ФСБ должно заниматься. Это угроза национального безопасности. Потому что эти люди начинают зарабатывать именно на жизни целенаправленно. и они, что такое табак? Табак он стоит вообще, пачка сигарет, один рубль стоит, даже меньше. Это колоссальные деньги, сопоставимые, там еще больше, чем наркотики. Только официально, потому что он ничего не стоит. Это вот то, что сейчас рассказываешь, это то, что ты понимаешь, с чем ты не согласен, на то, что ты бы хотел исправить. А теперь есть реальное движение, которое вы сделали. Я начинаю говорить, вот нам это надо изменить. Так я к чему это все начинаю? Потому что эти люди, они будут зубами впиваться, чтобы тебе это не дать. И вот миллиард рублей был в 2013 году на противодействие поставлен. Твоим действием? Да. То есть у них почти везде есть эксперты всякие, актеры. Ну понятно, сразу вставать. Все на денег. То есть, например, актерам раньше давали там прям возле съемочной площадки, слушай, пять тысяч долларов или тысячу долларов. Забыли на сэн. Ну это же образ, просто покурить. Все, больше чего не надо. Вау, круто. И актер там ходил с сигаретой. Потом какой-нибудь эксперт по воде. Вообще не вещи дел, вообще никак к табаку. Они говорят, они выплатят нам сто тысяч в месяц, просто приплачивают. А зачем? Ну в какой-то момент нам понадобится ваш комментарий. Проходит год-два, потом вдруг что-то начинается, и он говорит, ты должен дать комментарий, типа, знаете, небольшое потребление табака будет сказываться на чистоте воды. Ну это я сейчас так образно говорю. И он этот комментарий тоже скажет. И никто его не подозрит, что он в табачном лобе. Плюс депутаты, конкретно на ЗП сидевшие. Из-за того, тебя не поддержали, не поддержала партия, когда ты с Гуфом, вот эта история вся была, что они были заинтересованы, чтобы все это сильно так не рушилось, с этой историей. Тоже с... В чем тебя не поддержали? То же самое, но это надо у Жириновского скажи. Я вижу, что какая разница, если это даже, даже если мы возьмем, что это твой был самый пиар, там не важно, там половина занимаюсь этим в разных вариациях, да? Какая разница, ты живешь за правое дело, борешься? Так для меня это было вообще... После этого я понял, что я и Жириновский это вот две разные вообще истории, мы больше не хочется быть рядом с этим человеком. Жириновский самый главный мистификатор, я сейчас специально говорю, что он любит нам что-то докопаться, придумать. Ну, вы понимаете, кто он в нашей стране на протяжении 20 лет. Возьмите все его выступления и чего он обещал, и что вообще достигнут. И самое главное, вся политика, она разве не на этом строится? Самое главное, что он сделал для того, чтобы это достигнуть, хотя бы, и вы видите ничего. Это всегда были пустые конъюнктурные обещания, которые противоречат друг другу. Но не с формулировкой за предательство. Да. А здесь им надо было пожестче меня удалить, как бы, да, ужалить, потому что у меня был, я показал Жириновскому, что у меня есть характер, что я готов к конструктивному диалогу, конструктивной критики в свой адрес, но я не приемлю просто самодурства. Он кричит на всех. Просто так. У него как список. Сегодня на это, завтра на это, неважно. Я единственный человек в партии, который ему сказал, я попрошу со мной себя так не вести. Жириновский не смог мне этого простить. И он ждал просто удобного момента. И вот это... То есть этот разговор был до того, как ты с губкой остались? Да. И то есть это был такой момент, когда сошлось все. Ну да, просто им нужен был повод, но это глупый повод. Какой-то, блин, вообще... Это просто опять показать себя, с какой стороны, что есть человек, который борется против смерти, по сути, детской причем, а ты поддержишь людей, которые являются кумирами детей, как бы твоих внеженые, очень рассчитывают на избирателей 14-летних, но те, которые по уши в наркоте, это же неправильно. А как люди комментировали эту ситуацию, чтобы жириновским и партий? Смотря кто. Если это фанаты вот этих рэперов, то они как бы понятно, как комментировали. если нормальные все здравомыслящие люди с нормальными ценностями, все на моей стороне. А медиа, как обычно, 95% журналистов просто переписали заголовки, вообще даже не удосужившись позвонить хотя бы моему представителю уточнить, что и как. То есть, им ЛДПР вывела релиз, они его просто отправили. Читал, что ты, помимо ЛДПР, еще избирался в Единую Россию? Нет, я сразу расскажу. То, что вы в интернете есть. Когда я пошел в политику, я выбирал, что, где, куда, любой, любая партия, это в первую очередь сейчас, потому что идеологии нету нигде. Это способ самореализоваться. Я хотел использовать партию как инструмент, как трибун, как инструмент, чтобы сделать наши проекты. И я вступил в сторонники партии Един России. Я никогда не был членом Единной партии Един России. И мы сделали, мне предложили хорошую должность сторонников, мы реально сделали огромное количество проектов. А потом случилось такое, скажем, политическое взросление. Когда пришло время выборов, я увидел, что это все мишура, что ты никому не нужен, если у тебя нету. Или ты не чей-то сын, или дочка, или если у тебя нету просто супер имени, как у родниной. У тебя есть такой человек, который тебе помогает? Я не дотягивал до этого имени родниной. Поэтому мне просто дали понять, ну, я сказал, я же сделал огромное количество проектов, и так далее. до свидания. Я понял, что просто воспользовались, я увидел, как все это происходит, что в итоге появляются люди, которые вообще ничего не делали никогда. Просто у них есть хорошие финансы. И я увидел эту грязь, и в этот момент мне предложил Жириновский, собственно говоря, использовать платформу ЛДПР, и не знаю, зачем ему это надо было. У него к этому времени были спортсмены уже? Нет. То есть он мне предложил возглавить список по Красноярскому краю, и я воспользовался этим, я увидел, что я могу что-то сделать. Но позже мне тоже было много разочарования, увидел, что в принципе практически нет свободной какой-то конкуренции, борьбы, очень много всяких кулуарных вещей. Однажды мне Жириновский сказал, это никогда не забуду, он мне сказал, Дмитрий, вы очень чистый человек, у нас так нельзя, у нас так нельзя, у нас так не принято. Интрибуете, вот это вот прям, в мраморе надо выписать, вбить, интригуете, тогда у вас будет все хорошо. Вот, вот такие слова мне сказал, но я не лез в политику, я просто был задействован. Для меня моя политика, это конкретные дела и конкретные действия и результаты. ты, собственно, ответил на это, потому что, тебе сказали, что ты рассматриваешь партию как трибуну для реализации собственных. и тут я понял, ну вот, собственно говоря, вот такая история. А потом уже, когда все случилось, я сам вышел из ЛДПР, сам вышел, я никто не выгонял. И пошел, думал, что... Но не включив новые списки, это разве не то, что выгнали? Нет, 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 там было все заражено. Подожди, а то, что было написано, исключили из партии за предательство? Нет, нет, предательство, это не про меня, предательство, это не Худякова навешали, который долгое время экспонсировал. Написано про тебя? Нет, у меня за то, что я типа не работаю с избирателем. Это все они напишут, хоть там, что на луну летал, то есть, это не вопрос. то есть, вышел я из партии, по-моему, 24 марта. Все, все документы на это есть. А потом я решил дальше продолжить, это же был с Единой Россией, тогда была другая, какая-то вот эта неприятная история, ну, что-то изменилось, уже люди там другие какие-то появились. Я подался на Праймерис, потому что я думал, что Праймерис Единой Россия это открытая площадка, где ты можешь, где же вот все они заявляли, что это площадка, где все честно, каждый там может себя проявить. Я думаю, ну вот, здорово, я пойду сейчас себя проявлю, заявляюсь на Праймерис, через две недели выходит вот эта скандальная статья ЛДПР, тут же меня выкидывают из Праймериса по указанию сверху. Без, ну, потому что, как бы, я неправильно что-то там сделал, хотя это все просто, даже вот, юридически, мне когда документы давали, он говорит, ну, там сказали, извини, Дмитрий Юрьевич, я вот так вот понял, ничего себе, то есть, и потом я узнал, что Жириновский лег к Костюме, там, не ультиматум поставил, либо я, либо он, ничего себе, то есть, вот, он меня ненавидит, вот, фамилию его лучше, мою, при нем не употреблять, то вдруг у нее сердечный приступ будет. Мне уже начало касаться, казаться, что у Жириновского основная цель, чтобы я не прошел, а не то, чтобы даже самому избраться. То есть, было так. И, ну, а что делать? Слава Богу, в прошлую думу были одномандатники, я пошел одномандатников, ко мне от КПРФ, не вступая в партию, просто мне КПРФ сказала, меня очень уважает Зюганов, я его очень уважаю. И он говорит, Дмитриевич, давай от нас, мы тебе одномандатникам выдвинемся, нам такие люди нужны. Сейчас работа в общественной палате, она легче, труднее, или она абсолютно другая? Это хобби. Там нету зарплат, нет ничего. Что это зависит, ты сейчас чем занимаешься, если говорить про общественную палату? В общественной палате, во-первых, я уже горжусь тем, что я поднял бюджет общественной палаты, обратившись лично к президенту, потому что раньше члены общественной палаты даже не могли летать. Их денег на командировки не было, раз в год куда-то слетать. Ты международную командировку проводишь? Ну да, чтобы хотя просто люди, если есть какие-то формы общения с людьми, первая личная встреча. Второй момент, я поднял статус члены общественной палаты по удостоверениям. Буквально три месяца назад по удостоверениям члена общественной палаты нельзя было пройти никуда, кроме общественной палаты. Сейчас это и в Госдуме, и в Совет Федерации тоже попросил Владимира Владимировича Путина. Потому что, как мы можем доносить меню общества, если мы туда зайти не можем? С плакатами стоять, что ли? Это несерьезно. Владимир Владимирович рассудил, что это здравое предложение и, собственно говоря, вот это сейчас уже присутствует. За все время работы депутатом ты как часто корочку приходилось использовать? Очень много. Много, да? Очень много раз, потому что, борясь с наркотиками, находясь там на острие вот этой всей разной истории, мы постоянно сталкивались с тем, что очень много коррумпированных сотрудников, к сожалению. И вообще, хочу сказать, когда люди говорят, что неприкосновенность, их надо лишать, это люди вообще далекие от реалий. Депутату Госдумы ни в коем случае не залишать неприкосновенности. Ни в коем случае. Даже если... Иначе не пойдешь на острие, да? Даже если это мерзавец, да? Какой-то там конченый мерзавец, но это была ваша ошибка, вы ему дали эти права, ему люди дали эти полномочия, которые он может в какой-то момент или как-то начал использовать не по назначению. Но это значит, вы больше за него не будете голосовать никогда. Но если у депутата не будет неприкосновенности, вообще забудьте, что кто-то будет биться за ваши права. Никто не будет. Ну куда? Вот кто полезет, если на местах все схвачено, ты начинаешь чем-то разбираться, тебе тут же какое-нибудь уголовное дело заведут на ровном месте. Просто на ровном месте. И посадят. И вот у нас два случая так и есть в Госдуме. Например, Шершов до сих пор нет доказательств стопроцентных и Бессона чуть не посадили. То есть это вообще нонсенс. А только потому, что они на месте бились. Например, Бессонов вскрыл полицейский заговор. Этих полицейских давно уволили, одного из них посадили, а по нему до сих пор были там уголовные дела ими состряпаны. Представляете? То есть это же получается депутат никуда не сможет вообще вторность. У меня когда были уже выборы с пулеметом на крыше ездил как символ борьбы с чиновниками, мне потом полицейские сознали. Да нам говорит, команда была дана тебя пытались да, была дана команда любой ценой тебя задержать, изъять автомобиль и так далее. Вот, все, им кто-то дал команду. Подожди, вот даже если есть в общественном доступе, если я видел это видео, как тебя, как твою неприкосновенность абсолютно другие. здесь вот очень важный момент, что они не перешагнули эту грань. То есть они вышли правильно, я им показал достойные, говорю, вы меня идентифицировали, все, теперь. Ты их чуть-чуть провоцировал, мне кажется. Нет, я вообще шел, это они меня остановили. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте, вот мои достойные, вы их идентифицировали, все, вы мне теперь не имеете права вообще задерживать, у меня неприкосновенность. И он потерялся, что делать, он в рацию. Они не были готовы, потому что у тебя крошечка что-то? Он в рацию, они не были готовы, потому что они малообразованы. И он в рацию говорит, он, ну это, что делать? Ему из рации человек говорит, сказали, задерживай, выделение его. И я ему говорю, вот вы, смотрите, я не знаю, кто там, что по рации говорил, мы еще пройдем по этому поводу расследование, но, если задержите меня сейчас вы, сидеть потом придется вам. На этом он успокоился. вы подумайте, насколько, потому что вы сидеть будет 100%, вообще 100%, поэтому подумайте. У него где-то вот все-таки здравый смысл там заиграл, а потом, потом они вообще молились на него, что он так все-таки не задержал, потому что там все бы руководство бы расформировали вообще за такой прецедент. А как вот иначе, понимаете, то есть вот как вообще, Ни с кем ты не сможешь воевать за права народа, если у тебя не будет неприкосновенности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Особенно в одной из своих категорий, все друг на друга смотрели как на врага народа. Атмосфера была нездоровая. Потому что не было открытых правил, кто же все-таки едет. Открытых критериев были непонятны. И поэтому постоянно вот это вот люди грызлись. И мы, например, параллельно ездили с Женей Шпагином на сборы по самбо, и там попадали в абсолютно другую атмосферу. Потому что там, если ты выиграл Россию, ты 100% едешь на мир. Все. Единственное, что если ты, не дай бог, потравмируешься, поедет второй. Второй, если поедет третий. Все. Все всем понятно. В сборной дзюдо вообще непонятно было, кто куда едет до последнего момента. Это нервировало спортсменов. Это заставляло вот эту нездоровую атмосферу в категориях непосредственно между людьми. И я это еще вот прям открыто говорю, я считаю, что это коррумпированность. Не зря мы расписывались там в пустых ведомостях. Не зря потом появилось непонятно, кто мог куда поехать, на каких это основаниях. И с приходом Энце Гамбо, международного специалиста, самое главное, что он дал, я не считаю его каким-то супергением. Я не считаю, что этот тренер на порядок лучше наших каких-то тренеров. Просто его поставили на хорошую зарплату и он абсолютно не коррумпирован. То есть к нему подойти и сказать, давайте дам 50 тысяч долларов, но поедет мой парень, это невозможно вообще. Это его личная такая черта и профессионализм или... Это вообще так получается. Его на контракт хороший такой взяли. Хороший контракт, плюс иностранцы, что ли так устроен менталитет какой-то другой. Он национальский кто? А? Он итальянец. Он олимпийский чемпион. Почему именно он? Я не знаю, почему он, это надо не меня спрашивать. И пришел он, по-моему, в восьмом году, если не ошибаюсь, а не в десятом все-таки. И, собственно говоря, он просто вот это убрал коррупционную составляющую и ввел какие-то системы отбора. Пускай какую-то свою, своеобразную, но она всем понятная. Ты хочешь сказать, что до этого вы не завоевывали золотые медали из-за того, что брали тех, кто не готов был завоевать золотые медали? Не совсем так. Я забыл еще добавить один важный момент, почему я сказал брать федерацию дзюдо, просто очень много. Потому что параллельно была проделана большая работа как раз с руководством дзюдо. Во-первых, Марио Визар, большой на руку стал, это президент федерации дзюдо. Соловейчик, президент Европейского совета дзюдо, наш русский. Это большая работа с судьями, с судейским контингентом, то есть наши люди сейчас в судейской... То есть у нас большое представительство Международной Федерации? Да, то есть мы там просто завоевали позиции. И если я вам честно хочу сказать, при таких же позициях состав 2004 года золотые медали были бы точны. То есть здесь очень сильно постарался вокруг борцов, чтобы было. То есть и жеребьевка хорошая. Работа с судьями, что если какая-то равная борьба и наш чуть сильнее, он точно выиграл. А раньше, если была даже равная борьба и ты сильнее, то все равно тебя могли засудить. То есть эти мелочи, они очень много стоят. О чем ты сегодня говорил на пресс-конференции, что даже в том же самом Олимпийском комитете, в Международном Олимпийском комитете у нас позиций мало, а представительство... Лобби, вот так называемого простого слова, лобби нету. Нету лобби наших спортивных интересов на международном уровне. Не могу тебя не спросить по поводу всех этих допингов, скандалов, потому что у тебя видение есть как спортсмена, есть видение как и политического деятеля, да? Что хотят от нас вот в этой ситуации? К чему вся эта история идет? То есть твое видение? Это геополитическая война, однозначно. Если бы не было большой геополитики, этого бы не было. Но и мы виноваты. Мы виноваты в том, что мы что, не знаем, что так будет? Потому что никто ничего не делал. Многие знали эти проблемы с родчиком. Он же не с потолка возник. Финальная цель людей, которые все это, условно... Они добились всего, они дискретировали нашу страну в глазах всего мирового сообщества. Иностранцы не будут разбираться, было, не было там и так далее. Все, для них мы негодяи. Потому что так написано в заголовках всех СМИ почти мира. Главное, вообще ни в коем случае нельзя отрицать наши вины тоже. Я считаю, что все чиновники должны быть наказаны. Каким образом? Понятия не имею. Давайте смотреть, во-первых, выяснять, кто это. То, что это 100% кто-то есть. Если Жуков признается, что такие, в кавычках, игры с допингом были... Он единственный, который признался. Поддержка допинга была, он это сказал. Значит, у него есть какие-то данные. Пусть скажет, в чем была эта поддержка. Что он имел в виду. Так что так вот. И поэтому наши должны тоже принести наказание. Как ты считаешь, дадут нам провести чемпионат мира по футболу? Я очень опасаюсь, что это может быть их главная цель. Но мне кажется, они здесь уже какие-то были моменты вперед. Но мы уже шли вперед с какими-то моментами. И просто они это не успеют сделать. Потому что... По многих странах же все готово, в принципе-то. Нет. Ну, допустим, вот они завтра прямо говорят, да. Все. До свидания. Им надо заново провести там жеребьев. Жеребьевка же уже была. Но это гораздо сложнее. То есть ты считаешь, что, возможно, это была их главная цель. Но сейчас уже они могут не успеть это сделать? Я думаю, да. Ну, всякое может быть, конечно. Но прям сомневаюсь. Конечно, это был бы мощнейший удар. Еще на один олимпийский цикл почему-то не решился? Нет. Но это еще пять лет. И? Ну, у нас такой возраст... У тебя же цель. Ты ставишь цель и достигаешь. А здесь получается цель была по любому олимпийскому чемпиону встанье? У меня бы было следующее. У меня бы была большая мечта-цель выиграть олимпийские игры в 2004 году. Выиграть золотую медаль и на следующий день у тебя и спорт. То есть это был такой критерий, точка невозврата? Ты же ее не выиграл? Я не выиграл. У меня началось внутреннее шатание, выражение. И я не понимал, что будет дальше. Потому что это очень сложно в нашем виде спорта. Тогда было. А сейчас как-то, не знаю, по-другому проявляется. Но тогда реально четыре года будет лучшим. Тем более в средней весовой категории. Но было много ряда людей, которые говорили, да если он с одной рукой, что же он там вообще будет вытворять с двумя руками. Я потом восстановился, опять вышел на ковер, начал рвать всех там, метать тоже. В какой-то момент опять потом травмировался. И в какой-то момент я уже понял, что просто весь спирт травмированный. Ну, не тяну я больше. Но здоровья, видно, у меня не хватило именно на спорт высшего достижения дальше. Сериал «Зона» и фильм «Путь». Они же еще снимались, когда ты был действующим спортсменом. Оба. Да. Давая согласие на съемки того или иного проекта. Ты же понимал, что они забирают очень много времени, сил и так далее. Тогда я этого еще не понимал. И изначально я сразу все равно ставил условие, что у меня будут тренировки, а все остальное дополнительно. И меня там подстраивались. И, собственно говоря, с сериалом «Зона» так и было. У меня вообще там был, по-моему, то ли 7, то ли 14 съемочных дней и по 2-3 часа. Это был просто для меня любопытный опыт. А вот уже работа в фильме «Путь» это была серьезная работа. Потому что было желание, чтобы это кто-то был из школы самбо сербис. Это их было желанием? Да, и режиссер сказал, что лучше научить носу актерском мастерству, чем научить Чадова или… Чадов, насколько я знаю, пробовался у них, я лично не видел. Бросать, бегать и прыгать, как это делает настоящий борец. Такая была концепция. И я, помимо тренировок, почти каждый день, по часу, думаю, еще занимался актерским мастерством. И я думал, что съемки в этом кино пройдут за 3-4 месяца. В итоге процесс растянулся на полтора года, на два. Офигеть. И в итоге я уже там понял, ну… Нереально… или Олимпиада, или фильм. Ну, я не мог бросить фильмы и начать готовиться. Конечно, это много. В итоге я отнял энергии, плюс эти травмы. Это все вместе, совокупно. Это никак меня не оправдывает, но это так было. Я когда заставку увидел твою на YouTube-канале, я думаю, круто. Вот это же сегодня ребятам все не показал, они говорят, ничего себе, круто как. Да, мы сейчас планируем дальше снимать, но упирается в то, что вот большая проблема с раскруткой. То есть на это все нужно… Ты имеешь время на раскрутку канала? Ну, какое-то нужно, да, в очень большое положение, я так понимаю, требуется, чтобы с нуля это запустить. Но я считаю, что вот это носом к носу очень крутая передача получилась. Ты делаешь на ее ставку, да? Я не делаю на нее прям супер ставку, просто это интересная вещь. Мы ищем форматы, мы просто общаемся. Кстати, приглашаю обязательно. Но это больше участие или это то, что… Теперь с ответным визитом, носом. Да, с удовольствием. Вот смотрю, я за твое плечо и вижу тот момент самый прикольный. Вспоминаю твои слова, которые ты говорил, я шел умирать. И знаешь, не зная тебя, вот именно… Не такой, кто ты сейчас, а которого я увидел первый раз в 2008 году на большой гонках, когда ты прыгал на быка. Я тогда охренел. То есть, вот ты говорил, сидели на заборах, мы сидели на заборах. Вот. И я помню, что… Какой я ужас испытал, увидев быка перед собой, эту лошадь, да? И потом, сев на трибуну, смотрел, как ты с ним боролся. И я, в принципе, вот сейчас могу сказать, что твои слова, шел умирать, они, в принципе, ну для меня лично не пафосные. Да, и вот для меня ты, в принципе, остаешься все тем же смелым пацаном, потому что тогда я прямо от этого ну охренел. Поэтому я тебе желаю так же бесстрашно идти туда, куда ты выбрал. Вот если сегодня, я не знаю, совпало так, или ты принял решение сегодня это озвучивать, я тебе желаю удачи, потому что ты ставишь перед собой самые большие задачи. Вот. Я не знаю, как ты решился вообще вот именно думать хотя бы даже о таких вещах, поэтому спасибо тебе за встречу. Я тебе хочу большое спасибо сказать, что в этот ответственный момент, который был сегодня для меня в моей жизни, ты оказался рядом. Я думаю, что это символично, ничего не случайного. И напоследок хочу тебя попросить одно из твоих стихотворений, возможно даже самое любимое. В моих глазах сияние свет, У них пламя доблестных сражений, И радость красочных побед, И слезы горьких поражений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok